Музыковой барьер. Советами эксперты из Германии решили воспользоваться владельцами одного из новых отелей города. Специалистов в сфере гостиничного бизнеса пригласили по программе старшие сеньоры. На протяжении нескольких десятков лет он управлял гостиницами Европы. Теперь 65-летний эксперт помогает начинающим и действующим предпринимателям вести бизнес. Я нахожусь в Казахстане почти две недели. За это время успел осмотреть три разных отеля. К примеру, в этом гостиничном комплексе я бы посоветовал обратить внимание на рекламу. Нужно, чтобы отель чаще упоминался. К примеру, в аэропортах установить билборды. Также надо сотрудничать с туристическими компаниями. Еще раз рекламировать ресторан при отеле, чтобы здесь обидали и ужинали не только постояльцы, но и жители, и гости города. Как говорят представители отеля, за две недели гость из Германии успел многое. От опытного взгляда эксперты не ускользнули как обстановка самих номеров, так и обслуживание. В гостях у нас две недели. Хотели усовершенствоваться, потому что мы раньше в такой сфере ресторанного, гостиничного бизнеса не работали никогда. Замечания были небольшие, можно даже устранить. В первую очередь реклама. Реклама заведения. Язык. То, что персонал наш не знает элементарной приветствии по-английски. Со стороны программы старшие сеньоры покрываются расходы на перелет эксперта в обе стороны – виза и вознаграждение. Принимающей стороне необходимо только обеспечить специалиста жильем, питанием и суточными в размере пяти евро в день. Суть программы заключается в том, что каждый предприниматель может пригласить эксперта с мировым опытом из Германии, из любой отрасли для повышения квалификации персонала, для получения мирового опыта, запуска нового бизнеса и развития действующего бизнеса, для повышения рентабельности и решения других задач, таких как поиск оборудования из Европы и многое другое. Ранее при содействии Палаты предпринимателей Южно-Казахстанской области в регион привлекли несколько иностранных специалистов. Чтобы пригласить к себе зарубежного эксперта, нужно подать заявку за три месяца до его приезда, обозначив проблемы компании и задачи. В свою очередь немецкая сторона подбирает подходящего кандидата и высылает резюме с его контактами.